Система профтехобразования ПТУ, как таковых, профессионально-технических училищ, где готовили кадры для рабочих специальностей, как таковых не осталось А то, что переименовано в лице и колледже, это, конечно, порнография полная И непонятно, кого там готовят, чему там готовят У меня работали пара выпускников из подобных реставрационно-столярных лицеев Отучившись три года, они не умели ничего Они не знали ничего Я не знаю, чему там учат детей, подростков, юношей и как Поэтому, наверное, настала пора углубиться в более теоретические видео И вернуться к истокам, к строению древесины, к режимам строгания, к режимам пиления И надеюсь, что подобные общетеоретические видео тоже будут вам интересны И вы, соответственно, отреагируете на них положительно Начну немножко не с начала, а где-то примерно с конца Ну, потому что такие операции сейчас у меня в работе Я могу их показать и рассказать Сегодня о режимах шлифования И использовании шлифовальных машинок при шлифовании конкретной гитары Это личный опыт Немножко личного опыта Итак Как вы знаете, шкурка, шлифовальный материал Имеет определенную зернистость То есть она бывает грубая, она бывает мелкая Эта зернистость обозначается номером Номер написан на обратной стороне шкурки На импортной шкурке он написан с буковкой П Латинской или с буковкой Р русской Если так хотите На отечественной шкурке через ДФИ с буковкой Н 40Н Вот Это зернистость К сожалению, отечественная зернистость практически не используется Но если вы решили купить отечественную шкурку Вы можете найти таблицу перевода отечественной зернистости в импортную и обратно Использовать ее Вдаваться сейчас не буду, это очень долго Объясню только смысл Отечественная система зернистости была продумана очень грамотно Зерна абразива Абразив это материал, который наклеивается потом на шкурку И, соответственно, шлифует зерна Вот эти вот кремниевые, каменно-стеклянные, песочек Вот этот вот Он имеет размер Чем он крупнее, тем он грубее царапает материал Но тем более, тем он лучше его снимает, больше Соответственно, подошли очень просто Сито с диаметрами Чем больше диаметр, тем крупнее фракция Чем меньше диаметр, тем мельче фракция Соответственно, диаметр этого сито И стал номером зернистости То есть, чем больше цифра на русской шкурке Тем она была грубее И чем мельче цифра, тем эта шкурочка мельче Для тонкой обработки Это было в России, в Советском Союзе Соответственно, шкурка, там, допустим, сороковка И шкурка шестнадцатая Понятно, что сорок это грубая Шестнадцатая это Помельче А шкурки с буковкой М Это, значит, микроны Это микро вообще диаметры Это микронки Они там М-50, М-100 и так далее М-10 Это совсем микрон Кому понадобилось переходить на западный манер Ну, у нас все так произошло Со времен Петруши Первого Пришло западный стандарт Западный стандарт, он, как всегда, все с ног на голову В западном стандарте Не диаметр сита А количество дырочек На единицу площади Является номером зернистости То есть Чем больше дырочек в сите Вот это сита В нем маленьких дырочек Маленьких дырочек Сто восемьдесят Значит, это Шкурка П-180 Значит, зерно мелкое Если в нем большие дырки То этих дырочек, допустим, двадцать пять всего Зерно грубое Значит, это П-25 Грубая шкурка То есть, наоборот Чем крупнее цифра Тем мельче фракция Ну вот так Увы И теперь используется только западный стандарт Чем крупнее цифра Больше Тем мельче шкурочка То есть, тысячная шкурка Будет совсем мелкая А две с половиной тысячи шкурка Это вообще бархат При этом Там Шестидесятая шкурка Будет грубее, чем тысячная То есть, чем меньше Номер шкурки Тем она грубее Надеюсь, вы Запомнили И сегодня мы Естественно, будем касаться только Западного стандарта Итак У нас есть древесина Как материал И у нас есть Огромное изобилие зернистости В магазине Какое шкурить? Как шкурить? Отлично! Значит, существует В технологии зереобработки Некая таблица Во-первых Принято Шлифовать дерево Два-три раза Лучше три раза То есть Трехэтапная шлифовка древесины Соответственно Имеем Три этапа Первый этап Второй этап Третий этап Здесь породы Породы Тоже, как вы знаете Породы Тоже, как вы знаете Могут быть Разными Есть древесина Плотная Твердая Есть древесина Средняя Есть древесина Мягкая Отлично Три вида Пород Значит Мягкая Ну что такое мягкая Понятно Елка Бальса Кедр Труха Отчасти Липа С ольхой Отчасти Да Ну то есть Что-то такое Мягенькое Совсем Совсем Мягенькое Осина Понятно Да Из импортных Ну Бальса Кедр Цедрелла На грифе Гитары Да Ну вот такие Вот породы Значит Средние Средние породы Средней мягкости Это Ну серединка Понятно Красное Дерево Орех Что-то такое Плотное Но уже Твердая Липа Бывает Твердая Ольха Береза Как ни странно Да Ну то есть Такие Средние породы Часто Наиболее часто Употребленные Между прочим И Твердые Это Самые лучшие Самые используемые Породы Дуб Ясень В отечественном Вариате Иногда Береза Бывает Твердейшая Граб Однозначно Граб Самшит Из импортных Эбен Палисандр Ну что-то такое Бубинга Что там еще Может быть Ну понятно Да Сообразите дальше Твердые породы Вот у нас Три группы Попород И что происходит Я много раз видел Пришедших В наше ремесло Музыкантов Особенно Скрипачей Которые Всю жизнь Держали смычок И вот они Пришли в наше дело Берут деревяшечку Вместо смычка Берут какую-то Нежную Нежную Шкурочку И начинают Ею весь день Или это Надфилечек Такой Надфилечка Вот это Скрипичные мастера Они очень любят Надфилечком Сидеть и весь день Что-то выдручивать Хотя можно Был нормальный Столер Взял бы давно Стамеску Все бы сделал Нет Но они не умеют Просто Они всю жизнь В руках смычок Держали Или играли И вот они пришли Значит Работы не стало Они ломанулись Значит Становиться Мастерами А руки-то у них Не заточены Руки-то у них Музыкальные Они ничего не умеют И вот они Этой нежной Шкурочкой Пол дня Весь день Сидят Елозят Елозят Ну Смешно Понятно Итак Зернистости Начнем С самого Чистого И тонкого Варианта Финишного Запомните Раз и навсегда Дерево Шлифовать Мельче Двухсот сороковой Не имеет Смысла Ну Сто восемьдесят Двести сорок Это финишный Этап Под лакировку Не шлифуйте Дерево Любое Даже самое Мягкое Шкурками Мельче Двухсот сороковой Это Бессмысленно Никакой Зернистости Никакой Чистоты Поверхности Вы не добьетесь И лак Потом Он все равно Ворс поднимет Он все равно Вам все Испортит То есть Смысла Шлифовать Шкурка Мельче Двухсот сороковой Она не шлифует дерево Она просто его Затирает Не надо этого делать Десятки у меня учеников Идиотов Которые брали Шкурку для лака А еще хуже А брал он Четырехсотый Пятисотый Ставили на машинку И пидорасили им Дерево Зачем Они портили мне Шкурку для лака Они не добивались Никакого результата Они тратили свое время Они тратили электричество Они занимались фигней Все Только вот это Это Самый мелкий абразив Для дерева Все Не надо Дерево Шлифовать Более мелко Отлично Я надеюсь Вы запомнили Опять же Я как всегда Пишу вилочку Можно так Можно так Предыдущий этап Перед финишной 120 Тире 150 Зервистость Это мы сейчас пишем Мягкие породы Мягкие породы Не забывайте И Первый этап Соточка 120 Опять же Пример Поняли То есть Может быть 80 100 Тут Варианты Отлично Возникает вопрос А почему Там Другие породы Другой Вы в процессе Обработки Вы поймете Но сейчас Я вам скажу Истину Для обработки Любого материала Будь то Камень Будь то Металл Будь то Дерево Чем Тверже Материал Тем у вас Грубее Должен быть Инструмент Чем Тверже Материал Тем Грубее Инструмент Запомните Эту Истину Вы не сможете Камень Обработать Надфилем Вы обработаете Его только Грубым Да Долотом Долотом Грубое То же самое Пила Чем Чем Тверже Материал Тем Грубее Зуб Крупнее Зуб То есть Твердый Материал Мелким Зубом У вас Все Сгорит То есть Чем Тверже Дерево Тем Грубее Шкурка Самая Грубая Шкурка Будет Вот Здесь Первый Этап Твердого Дерева Самая Грубая Шкурка Самая Грубая Шкурка Имеющаяся В продаже Это 40 Ну 60 Это Твердые Дубы И прочее Прочее Первый Этап Обработки Дуба Черного Дерева Палисандра Это 40 Шестидесяткой Только Этими Вы сможете Выровнять Заусенцы От Напильника От Пилы И прочее Другой Зернистости У вас Не Пойдет Это Будет Просто Суходрочка Отлично Следующий Этап Твердого Дерева 80 Сотка И в Чистоте 100 120 Достаточно Достаточно В чистоте Грубое Дерево Потому что Шкурка Мельче 120 Она Не Оставит На Твердом Дереве Никаких Следов Вообще Ну Ладно 150 Скобочка Ну Может Но Это Совсем То есть Не надо Дуб Шлифовать 240 Шкуркой Это Блин Все Отлично Поняли Запомнили Значит Маленькое Отступление Мы Сейчас Говорим О Поверхностях Покрываем Лаком Маслом И прочее Потому что И лак И масло Поднимут Ворс Все равно А именно Ворс Мы шлифуем И лак И прочие Всякие Материалы Мы Еще Потом Будем Дошлифовывать Это Очень Важный Момент Я Вам Объясню Почему В плане Музыкальных Инструментов И Соответственно У нас Остались Средние Породы Здесь Здесь Средние То есть Если здесь 100-120 Здесь 40-60 То здесь Соответственно 80-100 Здесь Соответственно 100-120 Зернистость И финишная Зернистость Для средних Пород 120-150 Достаточно Ну может быть 180 Не надо Вот 240 Березу Там Или какой-то Красный Дерево Ну это Абсурд Вот Главная Таблица Режимов Шлифования Разных Пород Дерева Мягкие Средние Твердые Первый этап Второй этап Финишная Шлифовка Значит Насколько я Чувствую уже Через Объектив Камеры Что у многих Диванных Экспертов И музыкальных Мастеров Возникает вопрос А как же Шлифовка Накладки Грифа Которую Мы Пидорасим Вообще Согласен Но еще раз Не забывайте Я сказал Это Финишная Под Лак Под масло Не забываем Что накладку Грифа Мы покрываем Маслом Масло Поднимает Ворс И На накладке Грифа Будут сразу Видны Все следы И прочее Прочее Поэтому По маслу Мы Обязательно Шлифуем Черное Дерево Если мы Используем Масло По маслу Мы шлифуем Черное Дерево Мы шлифуем Палисандр Обязательно Венге Почему Потому что Ворс поднялся Это уже Это уже Не обработка Дерева Сухого Это уже Отделочное Шлифование Это шлифование Лакокрасочных Материалов Там другие Режимы Быстренько Сброшу И Секретик При шлифовке Ладов Масляной Полировки Масляной Накладки Промасляной Накладки Грифа Из палисандра И черного Дерева Я заканчиваю Шлифование 320 То есть Мельче Я использую Там 302 200 280 320 Иногда 400 Все 400 Для Промасляной Накладки Из черного Дерева Это идеально Мельче Уже Бессмысленно Практически Следов Не осталось И кстати Эта технология Также использовалась Откуда она Появилась Людни В людневых Книгах По изготовлению Людни 18 века 17 века Они обязательно Натирали Черное Дерево Маслом Чуть-чуть Подсушивали И Зернистостью Определенной Мелкой А какой материал Был Кстати Историческая Справка Не было Песка Не было Абразива Не было Технологии Изготовления Шкурки Чем шлифовали Наши предки Наши предки Шлифовали Песком В мешочках И пемзой Пемза Это Вулканические Камни Такие Пена Засохшая Пемзу резали Либо Натирали Песочек В тампон Шлифовали Очень мелкое Либо Прямо Деревяшечкой И самый мелкий Абразивный Материал Это Хвощ Полевой Растение Такое Вы его Собираете Пучками Связываете Сушите И вот этим Пучком Великолепно Шлифуется Ну это Понятно Средневековье Почему Потому что В стволе Травки Хвоща Полевого Он набирает В себя Кремнезем Тот самый Из земли И хвощ Полевой Он внутри Содержит Кремнезем Который Шлифует Вот Соответственно И вот этим Хвощом Полевым Натирали Накладки Грифов У лютни Из-за бенового Дерева Пропитанные Льняным маслом Вот Такая Теория Теперь Немного Практики Как во всех Учебных Заведей Перед нами Гитара И Процесс Практически Финишного Шлифования Прежде всего Инструмент Опытным путем Мне больше всего Понравился В жизни Инструмент Марки Макита Это не реклама Это мое Личное предпочтение Можете работать Чем угодно Но я вам скажу Что Макита Япошки Неубиваемые Служат Годами Подшипники Не летят Все в порядке Все классно Все работает Обратите внимание У меня две Маленькие Шлифовальная Машинка Для работы С гитарами Должна быть Маленькой 125 Найдете Диаметр Меньше Это еще круче Но не бывает Вот Предварительное Шлифование Макита БО 5031 Диаметр 125 С регулировкой Оборотов С мягенькой Подошвой Этой машинкой Я шлифую Плоскости Дно И депу Обечайки Я ей не шлифую Она очень Их портит Потому что Они выпуклые Она Слишком Она мощная Итак Шлифуем Донышко Обязательно Намордничек Чтобы не дышать Пылью Сейчас Обратите внимание На максимальных Оборотах Шкурка Сто Пятидесятка Здесь у меня Твердое Дерево Это Тайгер У Это Твердое Дерево Ну то есть Это финишное Перед лаком Шлифование Шкурка Сто Пятидесятка Обратите внимание Как я держу Машинку Я ее не держу Вот так Потому что Так Очень сложно Отследить Силу давления На Здесь очень нежный Материал Не забывайте Здесь 2-2,5 мм Никакого давления Нежнейшее Шлифование Я держу Не так Практически нежно Музыкантские руки Вот Вот здесь держу Здесь не зря у нее Резиновое кольцо За него держать Не здесь Еще раз Мастер Щеголев Сергей Александрович Говорил очень мудрый совет Обрабатывая Гитару Уделяйте внимание Краям Середина Получится Сама собой То есть Внимание На края Это и при шлифовании Это и при строгании Это и при полировке Уделяйте внимание Краям Середина Получится Сама собой Потому что Края Именно Самые проблемные Итак Я показал Режим шлифования Деки Точно так же Точно так же Деку Ну деку понятно 180 можно Не 150 Потому что Дека мягче Совсем финишная 240 согласен И все Скажу по секрету Я 240 не шлифую 180 За глаза и за Обещай Отлично Для обещай Великолепно Подходит Вибро Шлифовалка Никакого кручения Только вибрация Это самый Нежный Шлифовальный Инструмент Нежнейший Опять же Макита Модель BO 4555 У нее есть Прижимы Можно прижимать Шкурку Листовую А есть Подошва С липучкой Можно Прилеплять Но Прилепляемая Шкурка Не везде Есть Поэтому Мне прижимы Очень важны Я покупаю Между прочим Отечественную Шкурку На ткани Дырявлю В ней Дырки И использую Здесь По другому Вы ее Вряд ли Сможете Держать Здесь Можно Сверху Опять же Намордничек Чтобы не дышать Вредной Пылью И погнали Хотя Нет Смотрите Я сразу Перехватил Значит Да Я держу Ее Тоже За корень Вы поняли Здесь Тоже 150 Дальше Талия Самое Сложное Место Благодаря Тому Что У нас Здесь Шкурка Загнута И Здесь Защипнут Туда За Прищепку Я шлифую Вот этим Местом И Другой Стороны Все Все Модели Шкурок Модели Машинок Сказал Номера Шкурок Сказал Показал Надеюсь Что Данный Урок Был вам Интересен Дальше Пойдут Клипы Видео Посвященные Другим Теоретическим Основам Обязательно Будет рассказ Про Строение Древесины И Зуб Пилы Как вы знаете У пил Бывают Разные Зубы Зубья Продольные Поперечные И Будет Рассказ Про Рубанки Почему Разные Ножи У Рубанков И Почему Да Они Вот так Строгают Почему Вот это Все Выдумано Да И И Так Далее Подписывайтесь На канал Следите За Обновлениями Увидимся До Свидания